Считанные дни остаются до празднования знаменательной даты – 75-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне. И в преддверии этого значимого для всех события большое внимание уделяется памятникам, которые увековечивают подвиги солдат-освободителей. Смотрите наш репортаж из хутора Барониковского, где завершены работы по ремонту воинского мемориала. Когда видишь этот величественный памятник на братской могиле наших воинов, где солдат в плащ-палатке держит автомат, как бы салютуя о держанной победе и вспоминая всех своих павших в боях товарищей, то вспоминаются пронзительные строки поэта. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Здесь покоятся воины, которые пали смертью храбрых, освобождая Кубань, и они достойны вечной славы за свои доблести и мужества. Работы по ремонту этого мемориала были очень серьезные и начались еще в минувшем году. И вот благодаря объединению усилий всех заинтересованных лиц они завершены. В преддверии 75-летию Победы мы завершили наконец-таки наш долгожданный ремонт. Благодаря силам районной администрации в лице Романа Ивановича Сенеговского, благодаря огромной поддержке заопов и Кубань в лице генерального директора Ковальчука Евгения Владимировича, помощника генерального директора Рамазанова Магомеда Рамазановича, также вклад внесла администрация протокского сельского поселения. Для участвующих в ремонте мемориала эта работа – большая честь и ответственность. И, конечно, они старались качественно, добросовестно и в срок выполнить все намеченное. И это им вполне удалось. Пришлось собирать по крупицам то, что можно было восстановить. Ну и, соответственно, использовались все новые материалы, новые технологии. Были заменены основания, забетонированы, постелена тротуарная плитка, керамогранитом облицевали стены, также выбили новые надписи погибших воинов. В год памяти и славы в России и за ее пределами проводится замечательная акция «Сад памяти», в ходе которой будет высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне. И жители протокского сельского поселения приняли участие в этой акции, посадив деревья около мемориала. За территорией памятника мы сделали «Сад памяти», приуроченный к 2020 году, высадили порядка 50 деревьев. Ну и, естественно, закрепили за ними волонтеров, волонтеров из средней общеобразовательной школы номер 43. В поселении намерены привести в порядок все памятники, посвященные подвигу солдат и офицеров Великой Отечественной войны. Протокское сельское поселение вступило в программу, краевую целевую программу федеральную по увековечению памяти погибших. И на данном этапе у нас идет ремонт всех оставшихся трех памятников, всего у нас на территории четыре памятника. И идет сейчас, вот на данном этапе идет косметический ремонт в хуторе Семисводном, губернаторском и Нищедимовском. Давно отгремели сражения Великой Отечественной, в ходе которых воины, проявляя невиданное мужество, освобождали родную землю от оккупантов. Но сколько бы с тех пор не прошло лет, в нашем районе чтили и будут чтить память воинов-освободителей. И очень важно, чтобы эстафета этой благодарной памяти не прерывалась с течением времени. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.